Да я сейчас выйду. Да я выхожу, говорю же! Вот так для красноярца закончился любительский дрифт. Место действия – парковка на острове Татышев. Гонщики соревнуются здесь в заносах каждый вечер, но, как правило, только до приезда патрульных. На этот раз они дрифтеров не испугали, а очередной вираж ВАЗа попал на регистратор полицейских. Подойдя к автомобилю, сотрудники госавтоинспекции представились и потребовали от водителя предъявить документы, чтобы проверить их наличие, а также состояние самого водителя. Водитель данные требования проигнорировал и закрылся в автомобиле. Запроклировал все стекла и само транспортное средство. На что в дальнейшем было принято решение о задержании. 24-летнего водителя арестовали на трое суток, плюс оставили на него ворох протоколов. Здесь и сопротивление полиции, опасная езда. Но этого участникам конфликтов оказалось мало, пока инспекторы оформляли дрифтера, и его приятели продолжили скандалить. Даже не представили, что это не показали документы. А кому? Ну вы водителю поставите, он попросил документы. Вы кто? Этот ролик облетел в соцсети, теперь красноярских дрифтеров обсуждают не только в местных пабликах, но и в других городах. Посты собирают по тысяче комментариев, но вряд ли именно такой славы искали авторы. Большинство водителей скандалистов осуждает. Видно? Видно с середины записи. Я думаю, сначала в тазу права качали, а потом получили положенное, и началась истерика. Я не защищаю, конечно, этих сударей, но у нас за права качать можно портить чужое имущество. Это длилось одну минуту. Без лишних выяснений начал выламывать стекло и брызгать перцем. А если бы в салоне была сматик, что бы тогда было? Хотя на видео видно, что водитель говорит, сейчас выйду и искал документы. Мне больше кажется, что эти дауны на своей машине там пытались дрифтить, что уже не раз видел. А когда ДПС подъехали, начали качать права. Не поддерживают красноярских гонщиков и юристы. Мало того, что нарушили правила, так еще и сами нарвались на жесткое задержание. В данной ситуации водителю просто необходимо было выполнить данное требование, выйти, предоставить документы, и никаких бейсидентов дальше не было. Не знаю, будет ли развитие событий по опасному вождению, потому что, ну, согласно практике, даже брать судебное, то это можно приравнивать к опасному вождению, к хулиганству в том числе, потому что на видео четко видно и другие транспортные средства – это парковка, люди. Эти парковки любители дрифта полируют каждую зиму. Для скольжения ждут подходящую погоду и снежок, чтобы поверхность стала идеально цепкой. И эти автовыкрутасы хорошо видно, вся парковка буквально расписана полосами. Лет 15 назад любители дрифта скользили по площади перед БКЗ. Люди бесконечно жаловались на виск покрышек. Все прекратилось только после того, как зону сделали пешеходной. Не разогнаться теперь и на парковке перед планетой. Здесь установили больше десятка лежачих полицейских. Видимо, и площадки на Татышеве спасут только кардинальные меры. Анастасия Тили, Алексей Гусев, Енисей. Новости.